Не буду делать вид, что у подобных работ на ютубе нет тысячи, но все же и я внесу очередную лепту в данный вопрос. И сегодня покажу, как в условиях небольшой мастерской можно сделать обеденный стол из массива с очень любопытной заливкой. Разберем, какие же использовались эпоксидные смолы, как сварить подстолье, какое финишное покрытие для дерева лучше использовать и многое другое. Приятного просмотра! Для этого проекта на своей многострадальной газельке привез вот такие вот два слэба Карагача. Короче, как бы не хотел сделать такой, но размеры получатся просто исполинские. И было решено, короче, вот здесь сейчас отторцую, вот так вот распилю на две части, потому что стол на... Шесть мест получается будет полтора на девяносто. Полтора на девяносто и как раз этого слэба трех... Три двадцати. Хватит. Циркуляркой в три прохода отрезал наиболее интересные фрагменты и при помощи шаблона прикинул, как все это будет выглядеть. Разметил и отпилил все лишнее. Так, сейчас будем калибровать слэб. Вот я установил фрезу обдирочную 55 миллиметров с напайками из карбидо-вольфрама, которые можно менять, которые имеют четыре рабочие стороны. В принципе они в продаже есть, фреза тоже в продаже есть, я там ссылку добавлял в прошлом видео и в этом добавлю, потом поподробнее скажу, что это за фреза. Сейчас будет калибровать по скорости, если кому надо, по подаче могу данные скинуть, более-менее оптимальные набрал. И вот до чего дошел прогресс, современные технологии. Сейчас буду снимать. Гопро, включись! Если кто не знал, то даже самое сухое дерево со временем гнет и корежит, и перед заливкой необходимо выровнять плоскость в ноль. Для этого удобнее всего использовать рейсмусовый станок, но и мой способ также неплох. Для обработки живого края, особенно в тех местах, где есть сучки, каповые наросты, удобно использовать мягкую латунную щетку. Так, ну вот типа такого у нас получается. Луб имеет, короче, очень мягкий такой подложку лубовую, вот эти вот края. И она железная щетка счистить, потом шкуркой все это дело идеально зачистить. Очень плавно счищается. Ну так получается красиво. В качестве подложки перед заливкой я использую линолеум, так как к нему не прилипает смола, и зарекомендовал он себя достаточно неплохо. Ага, еще нужна опалубка, и для опалубки я буду использовать напиленные в размер такие вот половые доски. Полтора метра, девяносто семь сантиметров, которые надо обклеить скотчем, чтобы смола не прилипла к дереву. Герметизируем все щели. Надеюсь, не надо объяснять для чего, и крайне не рекомендую использовать дешевый герметик. Вот момент, кстати, более-менее. Для заливки использую жидкую смолу марки Океан. За свою практику использую жидкие смолы различных производителей. И скажу словами классика. Что это? Что это? В том смысле, что разницы никакой не заметил. Первый, так сказать, подложечный слой заколеровал черным красителем. Продолжение следует... После застывания первого слоя уже можно создавать различные художественные композиции. В моем случае будет кофейная тематика с использованием кофейных зерен и бадьяна, и корицы. Чтобы зерна не всплыли при финальной заливке, необходимо их прогрунтовать небольшим количеством чуть подкрашенной в черной смолы. Музыка. 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 Ну и после схватывания всего этого художества, льем финальный слой и забываем на неделю. А пока смола полимеризируется, займемся подстольем. Оно будет стальное из профильной трубы 30 на 60. Нарисовал автокаде эскиз и отфрагментил соблюдение всех углов нашей железяки. Музыка. Всем пока. Музыка. Вuxыно. Новыеıldıроды. покрывал все из пульверизатора черной матовой эмалью по металлу после того как смола нормально так схватилась снимаем опалубку и отправляем стол уже на финишную калибровку и и и и и и и и да и вообще крайне не рекомендую заниматься такими огромными спилами в одну харю потому что я себе подсорвал спину попался его поймать и что-то там хрустнул. Лучше с напарником делать но пока сейчас никого нету чтобы идеально отторцевать стол была заказана на алике вот такая красота под 12 цангу таких размеров фрезы конечно не дешевые но облегчают жизнь в разы для страждащих ссылка на нее также в описании ну а боковые края уже уравниваю по старой схеме циркуляркой далее ленточной шлифовальной машинкой убираю все грубые неровности но смолу ей шлифовать надо без особого энтузиазма ибо остаются глубокие риски которые потом сложно будет убрать и так пару слов скажу чем же я финишно шлифую орбитально шлифовальной машинкой для этого нужны вот такие вот специальные круги я их заказывал на алиэкспресс потому что по понятным причинам ассортимент наших магазинах без слез не взглянешь а тут сразу кучи можно заказать любых градаций и недорого в наших магазинах продаются обычные такие вот коричневые круги ну как опыт показывает они быстро абразив стирается но это мой личный субъективный опыт показывает то что это полный вот такие вот желтые круги да вот здесь абразив не так быстро и стирается но в принципе практически не стирается но в пределах разумно естественно не так как здесь вот и я использую допустим начальная шлифовка это восьмидесятка дальше идет градация 100 120 и так далее шаг где-то 50 может быть даже 100 доходя до двухтысячной градации вот желтые круги да прикольно ну принципе мне понравились хорошо себя зарекомендовали тут тоже всех сортов все градации 320 80 но не все градации там что было магазине на алиэкспресс вот мне очень понравились сетчатые круги они практически не забивается ну потому что здесь сетка вот и клево всасывают аппарат все внутрь не через эти дырочки а прям через всю поверхность да клёво правда магазине было свой для градации сотка и 6 сотка будет чуть еще и обязательно такие будет заказывать клевые эти уже идут прям очень мелкой такой зернистости тысячная полторы тысячи и две тысячи ничего плохого сказать не могу в принципе шлифуют но естественно они летят очень быстро потому что очень быстро забивается поверхность когда шлифуешь там деревяшку смолу вот можно с водой шлифовать тогда менее удививаться ну и финишная шлифовка у меня происходит вот таким вот кругом на мягкой подложке трехтысячный он практически полирует в зеркало ну сейчас увидите вот не знаю обязателен он или нет но уже не будет ну и потом уже можно использовать такой круг и пасты и шлифануть какой-нибудь для полировки смолы но это для меня мне так это лишнее в данном случае как я делаю работу надеюсь понятно все ссылки оставлю в описании для интересующихся вот такие дела и Продолжение следует... Двукруглой фрезой снял фаски, чтобы в локти не врезались острые края. Продолжение следует... Так что если водичку протереть, тут все выходит прям... Такой полумат, не глянец, а приятный полумат. Ну тут конечно полироль машины надо еще, по идее, пройтись. Но она забивает в эти щели, и я неохота мне с этим связываться. Так что пока так. Для финишного покрытия я выбрал масло для мебели с твердым воском. Так как в отличии от лака, оно не забивает структуру дерева и сохраняет приятные тактильные ощущения. На эпоксидку оно конечно ложится с трудом, но если пройтись полировальной машиной сверху, то получается нормально. Субтитры сделал DimaTorzok И да, подстолье для удобства я сделал разборным с поперечной балкой для большей надежности. Осталось только собрать все воедино, и прекраснейший предмет интерьера готов. Пацаны и девчата, также приглашаю всех в инстаграм магазин мастерской, там много интересных изделий, которые не вошли в видео. Также напишите в комментариях ваше мнение насчет данного проекта, особенно конструктивная критика или советы всегда полезные. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. С вами был блогер Витал, всем удачи, всем пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok